Наталья Заченко В Украине о Запорожье не исключение две беды. Немного перефразирую. Дороги и общественный транспорт. Первая проблема в нашем городе решается. Как оказалось, было бы желание. А средства в городской казне найдутся. Со второй бедой общественным транспортом сложно, но не безысходно. С чем регулярно сталкивается каждый из нас. Маршрутки переполнены. Регулярно они участники ДТП. В дождливую погоду почему-то останавливается часть электротранспорта. А в поздний вечер выехать из центральной части Запорожья в спальный район уж очень непросто. Почему? И как власть намерена наводить порядок? Давайте разберемся. Сегодня гости студии Владимир Волобуев, заместитель городского головы Запорожья. И Александр Волосюк, начальник по вопросам транспортного обеспечения Запорожского горсовета. Здравствуйте. Добрый день. Ну что, предлагаю начать с транспорта. Александр Александрович, не мне вам рассказывать, что количество жалоб жителей нашего города на общественный транспорт, особенно на маршрутные такси, уж очень огромное. Существует ли в городе какая-то программа развития транспорта? Если да, давайте кратко пройдемся по основным его пунктам. Чего ждать, к чему готовиться? Да, действительно. Проблема эта в городе очень актуальна. К сожалению, за последнее время не уделялось достойного внимания инфраструктуре наших пассажироперевозок. В 2016 году было принято Запорожской местной радою программа подосканала непассажирского транспорта вместе с Запорожьей. И были выбраны и взяты основные задачи, критерии, поставленные перед управлением транспортом в наведении порядка в этой сфере. Значит, основные приоритеты и основные задачи – это усовершенствование нашей транспортной сети. Первое – это развитие нашего электротранса, это анонирование парку электротранса. И основная – это приоритет в перевозках, это улучшение качества наших пассажиров, наших граждан Запорожья путем смены транспорта, автобусного транспорта. И с приоритетом – это первый и второй класс увеличение средней и большой вместимости автобусы, чтобы они выехали на улицы нашего города. Вот, кстати, о замене маленьких спринтеров на большие автобусы очень давно говорят жители Запорожья и требуют от городской власти. И уж очень давно, сколько я помню, там, я не знаю, может быть, лет 5-7 точно обещает эта городская власть. Но почему-то этого не делается. Мы можем рассчитывать на то, что в ближайшее время хотя бы по проспекту начнут ездить автобусы большой вместимости? Да, этот вопрос рассматривается и рассматривается очень серьезно. Пути решения по этому вопросу два. Это первое – провести комплексное пассажирообследование наших пассажиропотоков с дальнейшей разработкой сети наших маршрутов. У нас их в городе 93 маршрута. Многие маршруты из них повторяются, многие маршруты дублируют друг друга. И, к сожалению, немаловажно – это пассажировместимость на этих маршрутах. То есть пассажиропотоки будут обследованы именно с этой целью. Для того, чтобы наших пассажиров и жителей города пересадить в комфортные, большие вместимости и малые, средние вместимости автобусы. То есть класс Б-спринтеры как таковой мы уже не рассматриваем в дальнейшее развитие нашей инфраструктуры пассажирских перевозок. Поэтому сейчас до конца октября у нас уже объявлен тендер. Уже проводится конкурс на пассажирообследование предприятий. В конце октября мы будем раскрываться. И, я думаю, уже будет у нас претендент-победитель, который будет проводить пассажирообследование в городе. На основании этого пассажирообследования мы хотим выйти на весну и на лето уже с новыми пропозициями, с новыми конкурсами. И будем уже проводить с учетом вот этих всех новых критериев. То есть пассажирский транспорт большой средней вместимости. И большой приоритет это одновременно парк у наших троллейбусов, трамвайного парка нашего Запорожья электротранса. Вот с такими задачами мы выходим на следующий 17-й год. О трамваях, троллейбусах обязательно поговорим чуть позже. Хотелось бы больше конкретики, пока так даже взагали, больше конкретики по автобусам. Не так давно городская власть обещала, что вот-вот в городе должны появиться муниципальные автобусы. Да. Когда? По каким маршрутам будут ездить? Значит, сейчас на данный момент уже проведены все конкурсные торги. Город наш приобретает, Запорожья электротранс приобрел 10 новых автобусов большой вместимости. Это мазы современные, низкополые, которые приспособлены для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями. То есть центральный вход уже позволяет вплоть до того, что человек на коляске свободно будет иметь доступ в салон. Плюс сейчас уже проведен конкурс по закупке троллейбусов. 10 троллейбусов тоже они станут на маршруты. К середине ноября они уже будут в городе. Автобусы у нас будут, троллейбусы середине декабря, автобусы будут в середине ноября. То есть это согласно графику поставки завода-изготовителя. Автобусы современные, повторюсь, на коробке автомат. То есть чисто городские автобусы. Куда будем их ставить? Будем их ставить, безусловно, на проспект, на основные наши магистрали. Планируем это спальный район Южный на Бородинский и космический, в том числе в район 9 больницы на Хортицу. То есть основные направления наши по центральным улицам города, по проспекту. Александр Александрович, известно, что городская власть заказывала проведение обследования пассажиропотока в общественном транспорте. Для чего это нужно? Кроме того, что это все-таки дополнительное финансирование из городского бюджета, что это реально даст городу? Ну, во-первых, почему было пассажиропоток сделано точечно? Потому что в этом году у нас на данный момент, в октябре месяце, проводится конкурс на 6 объектов, 6 маршрутов. То есть 6 объектов конкурса. Эти все конкурсы были проведены ранее, проводились самими перевозчиками. Они учитывали только свои интересы, в том числе вот эти малый класс спринтеры. То есть с учетом, в основном, это все было заточено на перевозку на малых спринтерах. Так как мы приняли это уже программу в 2016 году, в любом случае, уже нам назад шаг делать не нужно было, потому что общее комплексное пассажиропоследование, как я сказал, будет на весну. Но чтобы потом мы не повторяли ошибки свои, не отменяли эти октябрьские, было принято решение исполкома провести собственное пассажиропоследование на базе Запорожа электротранса. Мы имеем на это право, потому что мы являемся заказчиками, заказчик в лице исполкома. И поэтому было такое принято решение, вынесено на исполком, его поддержали наши депутаты и члены исполкома. И мы провели на этих шести объектах свое пассажирное. Ну, не мы, а мы, это заключил договор Запорожа электротранса с нашим национальным университетом. Они провели пассажиропоследование с учетом приоритета средней и большой вместимости автобусов. На данный момент мы на центральные проспекты уже вышли на конкурс с учетом средней и большой вместимости. Это не менее 40 мест автобусы в режиме общего. И на 76-й, там 77-й вышли даже не менее 70, то есть большие автобусы. И объявили это на конкурс. В данный момент конкурс уже начался. Мы сегодня буквально провели раскрытие конвертов, то есть претендентов посчитали. Ну, люди соглашаются, идут наши перевозчики, то есть будем смотреть, как они будут готовиться к новому пассажироперевозку. То есть правильно ли я понимаю, что теперь даже для участия в конкурсе не будут допускаться компании, которые работают на маршрутках, маленькие спринтеры? Ну, компании допускаться будут, потому что компании это как бы они претенденты, перевозчики. У них есть свои автопарки и все остальное. Просто приоритет малые класс-б спринтеры, которые были в Запорожье. Ну, к сожалению, как класс эти автобусы будут уже в Запорожье отсутствовать. Потому что будут такого примерно класса, но не ниже. Ну, это будет, понимаете, есть такое, по классам если разбивать спринтер, это у нас автобусы класса Б. Это только для перевозки сидячих пассажиров. Они в априори были, ну, они не годятся для перевозки в условиях города. Да, но не пока только теоретически для перевозки сидячих пассажиров. А максимум, что мы допускаем дальше, будем учитывать это на периферийных, допустим, пригородных маршрутах, не пригородных, а окраинах, это класс А. Это автобусы тоже малого класса, но они приспособлены как для перевозки сидячих, так и стоячих пассажиров. Ну, не более 22 мест. Но все равно, повторюсь, приоритет, это у нас согласно программы и согласно принятых всех наших решений, это средняя большая вместимость. Не менее 40 мест, это, ну, как Богдан, допустим, чтобы было понятно для наших жителей. И не менее 70, это как МАЗы, МАНы, большие городские автобусы, которые, ну, как троллейбусы, вот такой вместимость. Хорошо. Система GPS, тоже дополнительное финансирование, но, хотелось бы понимать, это больше дань моде или реальная необходимость? Ну, система GPS, это уже не дань моды. Система GPS, для чего нужна городу, и в том числе и управлению транспортом, потому что управление транспортом является основным контролером договорных условий. И это GPS в условиях нашей развивающейся все-таки инфраструктуры является большим подспорьем. Для чего? Мы заключаем с всеми перевозчиками договора по обслуживанию данного маршрута. То есть перевозчик выиграл, мы приняли его, утвердили, он заключает с исполкомом, с Минской Радой заключает договор. Но в лице выступает управление транспорта. То есть мы являемся с ними лицами, которые идут в договорных отношениях. GPS, одно из условий в дальнейшем планируется, мы это прописали в дополнительных условиях договора, то есть только мы внедрим эту систему GPS, перевозчик будет обязан установить трекеры. Для чего? Для того, чтобы сам контролировал, и мы контролировали интервалы, график работы, то есть чтобы не было нареканий, и это являлось подтверждением их выполнения, их договорных условий. То есть поэтому задача стоит, трекеры должны быть сертифицированы, чтобы они являлись как бы юридическим подспорьем в дальнейшем влиять на ситуацию в нашем городе, именно с перевозками. Плюс это дает дополнительную возможность нам понимать условия, допустим, в час пик, что происходит, где скопление идет пассажирского транспорта, где его наоборот может надо добавить, а может где-то убрать. То есть это еще потом, когда мы проведем пассажиробследование, это нам даст дополнительную возможность усовершенствовать, так сказать, сами графики, сами маршруты, может быть будет понятно, куда новый маршрут добавить. Ну и плюс основной этап, это первый этап, мы его будем устанавливать на нашем электротранспорте. Это наш запорожный электротранс является первым открывателем в городе. Мы установим их на троллейбусы и трамваи. Это нам позволит с помощью GPS-навигации установить комплексы «умная остановка». Наши пассажиры будут видеть. А чем она будет умнее, чем предыдущая? А будут выведены экраны, экраны будут антивандальные. Любой наш гражданин и пассажир наш будет понимать, когда подъедет трамвай, когда подъедет троллейбус. Будут на основных развязках эти «умные остановки» показывать, допустим, нашу вообще инфраструктуру, нашу сеть трамваев и троллейбусов. То есть позволить человеку пересадки осуществлять, планировать свой путь по городу. Александр Александрович, а будет когда-то такое, что я зайду с мобильного телефона и смогу проследить? И в том числе, это тоже в том числе закладывается в эту программу, то есть уже объявлен конкурс, он сейчас идет, то есть ждем, кто будет победитель для установки. В том числе это будет гражданский, как для свободный доступ в систему. То есть каждый человек может посмотреть, что творится в городе. Это очень неудобно. Ну, вы уже заговорили о социальном транспорте, трамвае и троллейбусы. По троллейбусам я поняла, что 10 троллейбусов ждем в ближайшее время. По трамваям. Слышала я такую информацию, что Запорожский электротранс планирует сам выпускать трамваи. То есть это что будет, запорожский трамвай? Да, это актуальная очень тема. Наш местский голова, Владимир Викторович Буряк, собирал нас, давал особо доручения, поразработать эту программу и попытаться показать, что мы можем сделать вообще для развития нашей инфраструктуры, в том числе трамвай. Мы все это проработали, все его доручения, сделали выводы. И когда прошли по своим базам техническим, выяснилась очень интересная деталь, что оказывается мы все можем это делать сами на своих мощностях. То есть наш Запорожский электротранс сохранил полностью инфраструктуру, которая позволяет собирать крупноузловую, мелкоузловую. То есть и есть лицензии на восстановительные работы. То есть за доручением Владимира Викторовича мы сейчас разработали проект, который хотим осуществить путем переоборудования старого трамвая и установки нового полностью сертифицированного кузова. То есть мы используем наши вагонетки, то есть колеса, которые будут восстановлены. Мы туда будем, в этот новый кузов, внедрять свое электронное оборудование. И таким образом мы экономим для бюджета новый трамвай. Где-то в порядке 15 миллионов сейчас гривен стоит. Нам трамвай этот обойдется, плюс это будет наш бренд, в районе 5,6 миллиона гривен. А по комфорту? По комфорту он будет позволять, что немаловажно, хороший вопрос, тоже он будет низкополый, центральные входные двери будут приспособлены для перевозки наших граждан с ограниченными возможностями физическими. То есть свободный доступ на коляске, он будет площадкой оборудована, и дальше пешеходы, пассажиры будут уже в салон попадать, ступенечки. Ну, очень комфортные, современные будут трамвай. А когда? Есть сроки какие-то у проекта? Значит, мы обратились на сессию к нашим депутатам. Депутаты наши утвердили программу. Сейчас мы объявляем конкурс на закупку кузова сертифицированного. Где-то к концу декабря мы выйдем на уже заключение договоров, на поставку кузова, то есть тот, кто выиграет у нас этот конкурс. Ну, планируется закупка у нас в Калаше. Это чехословацкие кузова новые, абсолютно новые. Это не БУ, ничего. И где-то в среднем посчитали мы первый трамвай, ну, вообще один трамвай, мы где-то будем изготавливать три месяца. То есть я думаю, что к концу весны, то есть апрель-март, мы получим новый трамвай. Все мы его испытаем, если все у нас будет хорошо, мы планируем в 2017 году выпустить таких пять трамвайов для нашего города. Ну, так вы скоро и заказы начнете принимать в других городах. Дай бог, дай бог. Ну что, с транспортом разобрались. Мы понимаем, что даже самый хороший транспорт очень быстро придет в негодность, да, Владимир Александрович, если будет ездить по плохим дорогам. А о каком количестве или, может быть, проценте, чтобы было понятнее, от ремонтированных дорог уже сегодня можно рапортовать? На сегодняшний день по первому этапу мы выполнили порядка 200 тысяч квадратных метров ремонта дорожного покрытия. Это средний ямочный ремонт. По второму этапу мы планируем, это сентябрь, октябрь, ноябрь, выполнить порядка 150 тысяч квадратных метров дорожного ремонта дорожного покрытия. В процентах, в цифрах, чтобы было очень понятно, я уже неоднократно эту информацию озвучивал, что на территории города у нас более 8 миллионов квадратных метров. Ремонт необходимо провести практически на 90%. Вот эти цифры, которые я озвучил, 200 тысяч квадратных метров и порядка 150, это порядка 4,7, до 5% от общей потребности, то, что мы сделаем в этом году. Эти цифры в два раза больше, чем были сделаны в прошлые года. За счет чего у нас это все получилось? За счет того, чтобы была сделана реорганизация работы коммунального предприятия Элуат, были привлечены субподрядчики профессиональные, что позволило в кратчайшие сроки качественно сделать эти ремонты. По планам городским головой поставлена задача проработать вопрос и выполнить в следующем году в 5 раз больше того объема, который мы выполнили в этом году. А это реально? Деньги найдете в бюджете? Да. По поводу денег мы вопрос этот не рассматриваем. Деньги в бюджете есть. Проблематики я не вижу. Но чтобы было понимание технически, сможем мы это сделать и не сможем. Если смотреть по статистике на 1 января 2016 года, потенциал коммунального предприятия Элуат был таков. Возможность собственными силами было выполнить порядка 400 тысяч квадратных метров. С учетом того, что мы дополнительно закупили новую технику, на сегодняшний день потенциал порядка 600 тысяч квадратных метров. Сегодня к нам поступила еще дополнительная спецтехника. Как мы уже освещали в средствах массовой информации, мы закупили фрезу немецкую. Такой фрезы, наверное, нет не только в нашей области, но и в ближайших областях. Это последнее ноу-хау, будем так говорить, полностью компьютеризировано, что позволит увеличить работу процесса, ускорить время процесса в два раза быстрее. И потенциал коммунального предприятия будет порядка 900 миллион квадратных метров сделать за сезон. То есть за 8 месяцев, в тот период, когда у нас осуществляется ремонт дорог. Проблем у нас, я не вижу проблем. Мы делаем и двигаемся по намеченным целям. На сегодняшний день запланированные у нас объекты, это Украинская. Все автолюбители, которые пересекают, это не только автолюбители, но и жители, которые перемещаются. Общественный транспорт, там видят, что была проведена фрезеровка. Это Украинская, Тюленина, набережная магистраль, Гоголя. То есть это основные магистрали, плюс будет сделан ремонт по среднему. Это улица Верхняя, проспект Металурга на пересечении с Верхней, развязка на первом Преброженском мосту. Ну и, конечно же, основной объект это Новокузнецка, который ставил задачу городской голова выполнить до ноября месяца. Пользуясь случаем, я хотел бы сказать, что дороги у нас делают не общественники в городе, а городская власть и коммунальные предприятия. За что бы хотел бы поблагодарить коммунальное предприятие и субподрядчика, которые выполняют эти работы. И также, пользуясь случаем, хотел бы пригласить общественников прийти и написать заявление, чтобы устроиться на работу в нашем коммунальном предприятии, а не голословно озвучить какие-либо факты. Ну, потому что давайте уже словом, не словом, а делом показывать то, что мы можем сделать в городе. Проблем у нас нет. Мы идем по намеченному плану, я думаю, все у нас будет хорошо. Особенно важно, вот что бы я хотела отметить, по той же улице Украинской. Только вот вчера вечером я по ней проезжала, в Фрезуево срезали асфальт. И уже утром асфальт был, то есть по проспекту я имею в виду. То есть очень важно, что ночью выполняются такие. Да, основные магистрали, где у нас идет большой поток транспорта, выполняются в ночное время. Для этого привлекается полиция. Большое спасибо. Сегодня было задействовано три наряда в ночное время для обеспечения безопасности работы наших работников и водителей, которые в ночное время передвигаются. То есть для того, чтобы минимизировать дискомфорт наших граждан, все работы выполняются в ночное время. Началась буквально, я не знаю, как сказать, реанимация внутриквартальных, внутридворовых дорог. Какие перспективы в этом направлении? Продолжится ли ремонт, в том числе и частного сектора, что началось в этом году? Да, мы в следующем году также планируем увеличение этих объемов. На сегодняшний день идет дефектовка дворового хозяйства, будем так говорить. И будет принят конкретно объем и сумма денег, которая будет выделена на ремонт внутриквартальных дорог. Опять же, мы должны прекрасно понимать, что процентов 90 всего хозяйства находится в плачевном состоянии. И мы не в состоянии за один год сделать весь объем. Не в состоянии из-за того, что мы не умеем это делать. Есть асфальтные заводы, у которых есть потенциал по выдаче асфальта. Есть потенциал подрядчиков, агент подрядчика. То есть много факторов. Есть дополнительные работы. Максимально будем ускоряться и максимальные объемы в следующем году будут, по крайней мере, не меньше, а в несколько раз больше объемы будут выполнены. А тротуаров, наверное, все 100% нужно делать. Тротуары правда будут делать за поручи? Да. Сейчас, на сегодняшний день, я думаю, с понедельника, с учетом того, что у нас была плохая погода и была подготовка к празднованию города, коммунальные предприятия были привлечены к другим мероприятиям. Я думаю, с понедельника мы приступаем во всех районах делать ямочный ремонт и средний ремонт тротуаров. Опять же, это те деньги, которые мы сэкономили на проведении тендеров по ремонту дорог. Мы их перенаправили на ремонт тротуаров. Тротуары тоже, наверное, лет 10, может быть, и 20, никто никогда их не делал. Объем очень большой. И сказать, что, опять же, возможно это все сделать в течение одного года, невозможно. Как мы раньше декларировали, мы сейчас рассматриваем вопрос замены асфальтного покрытия на тротуарную плитку. Опять же, есть определенная процедура, которая подразумевает проект, документацию надо подготовить, это надо промежуток времени. И будем рассматривать все эти вопросы. Смотрим проекты, которые у нас на сегодняшний день уже готовы для того, чтобы не начинать работу с апреля, с мая месяца, а с января месяца объявлять уже через прозорок конкурс и уже выйти в первые дни весны, начинать делать наши улицы. Очень правильная, на мой взгляд, позиция, это привлекать подрядчиков к ремонту дорог. Но как быть с подрядчиками, которые, ну, как бы так сказать, не совсем справляются и не выполняют обещанное? У нас есть яркий пример такого легкого саботирования подрядчикам реконструкции по проспекту Маяковского. Существует ли в городе так называемый, не знаю, условный черный список вот таких фирм, с которыми больше не будем сотрудничать? Ну, вы знаете, список, то, естественно, как сказать, существует, не существует. Вопрос в чем? Все подрядчики приходят на выполнение работ не по желанию моему или городского головы. Есть у нас система Прозора. Каждое предприятие, которое изъявляет желание, имеет потенциал, имеет возможность поучаствовать в этом системе Прозора. И по результатам Прозора определяется победитель. Насколько этот победитель будет квалифицирован и возможность у него выполнять эти работы, это уже второй вопрос. Ну, для избежания данных инцидентов мы более тщательно подходим к проработке технических заданий на выполнение работ. Мы прописываем более глубоко, как, что, где должно выполняться, какая ответственность по платежам, точно так же, требования по охране труда. То есть договора, те, которые составлялись ранее, они, наверное, увеличились на несколько листов, потому что помимо ответственности нашей и ответственности должна подрядчиков, субподрядчиков, которые работают на территории города. Мы очень щепетильно относимся к вопросу качества выполнения работ, потому что деньги – это деньги нашего жителей, наших предприятий, и мы не имеем морального плана эти деньги пускать на воздух. Они очень дорого обходятся, они очень тяжело зарабатываются, поэтому каждая копеечка должна была быть вложена в нормальную, качественную работу и в нормальный объект. Владимир Александрович, отдельно. Напоследок хотела коснуться темы ремонта дороги в Запорожский аэропорт. В настоящий момент реальные изменения видны, конечно, невооруженным глазом. И что лично для меня, как жителя Запорожья, приятно, это то, что делается она не сейчас под приездом президента или премьера, а работы выполняются уже давно и основательно. Когда ждать окончания этого проекта и чьи деньги были задействованы город, государство? Ну, хотел бы остановиться прежде всего. Мы свои силы и работы направляем не под приезд кого-либо. Мы делаем все планомерно, согласно графиков, которые утверждены. Мы делаем все для наших жителей. Для жителей города Запорожья, для гостей нашего города и в целом для каждого гражданина Украины, который будет посещать наш город. По финансированию. По финансированию на сегодняшний день финансирование осуществляется из двух источников. Первый источник – это местный бюджет, второй – это госбюджет, а, скорее всего, не скорее всего, а, правильнее сказать, это деньги, которые идут с депутатского фонда. То есть с депутатского фонда была выделена сумма на ремонт и точно так же с городского бюджета. По срокам окончания планируем окончить работы середина ноября месяца. То есть полностью будут установлены остановочные пункты, разметка и все элементы дорожного знака и так далее. К середине ноября будет все это готово. То есть мы не ставим задачу к какому-либо празднику, к какому-то дню. Мы должны качественно и в сроки, те, которые были прописаны в договоре, выполнить тот объем работы, который поставлен на задачу. Ну, я вам скажу, по такой дороге в аэропорт, когда едешь, ты улетать из города не хочется. Если будут все такие дороги в Запорожье, то, несомненно, это будет большой плюс в развитии. Вы же будете возвращаться, поэтому, когда будете прилетать, вы будете думать, ох, как приятно с самолетом и на авто, дорогу хорошую, возвращаться домой. Безусловно. Эфирное время, к сожалению, завершается. Я хочу поблагодарить вас за участие в нашей программе. Телезрителям напоминаю, сегодня говорили о ремонте городских дорог и перспективах развития общественного транспорта. Как всегда, увидимся ровно через неделю. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова